Ну это самое реальное, что может быть в джоу-джитсу на самом деле. Ты включил камеру, нет? Я включил камеру, вы же фрикс Михаил Соловьёв, с нами Александр Коновалов. Автомобиль, папа купил автомобиль. Он быстрый, он взлетает под потолок прям, и вот так вот по потолку ползёт, и сверху на меня опускается, и я не успеваю. Папа купил автомобиль. Что же сегодня проходит? Это не турнир, он не проходит, мы не проводим. Просто, ну, в Кенте есть формат, который он придумал, да, корджитсу. Мы решили его попробовать в России, провести первую тренировку в Евразии по корджитсу, ну и сразу начать с какого-то реалистичного формата. Зачем это? Потому что, ну, мне кажется, это круто. У меня многие люди спрашивают, типа, зашквар, не зашквар? Я зашквар вообще никакого не вижу. Что в этом зашкварного? Это самое реальное, что может быть в джоу-джитсу на самом деле, когда ты в тачке. А, значит, вообще, вот эта задача, вот это, с этого правила, бороться внутри машины. Да, вы боретесь за машину, нужно уничтожить пришельца или плохого водителя такси, я не знаю, какая у вас задача. То есть, мы не стремимся покинуть машину, да, но если вы вываливаетесь оттуда сюда, мы остановим схватку, только вы коснетесь этого, вы получите минус одну очку. Ну, вообще, разрешены действия все. Ну, IDCC, да, то есть, вы можете крутить пятки даже на белых поясах, но, если на белых поясах, у нас два дипломерных судей, представляете, я. Если они считают, что там опасные ситуации, вас ломают и вы не понимаете, что происходит, они, это на них, они могут остановить схватку и все, да. У вас гарантированно два раунда на первом сиденье. Мы бросаем монетку, эти монетку нужно будет бросать. Кто выиграл, тот и решает, с какой стороны он в первом раунде борется, во втором вы все равно меняетесь. Вы боретесь либо три минуты, либо до болевого, да, или в решающего садмиши. Очки мы считаем. Очки мы какие берем? Back mount, front mount, nail belly, то есть, 4, 4, nail belly 2, и проход гряду 3 очка. Ну, я думаю, объяснять и надо, что удары там не разрешены, то есть, у нас это джу-джу. Все готово, скоро начнутся схватки, что я понял? Я понял, что можно душить ремнем и можно использовать руль, можно использовать ручник. Нету свипов, все остальное есть. Любые болевые, что угодно можно делать, если выпал из машины, то это всего минус балла, а не поражение. И в доме волнение, шум, удивление, это не сказка о вы. Где-то за городом, очень недорого, папа, купил автомобиль. Михаил, ну вот меня Викентий попросил, пригласил, да, то есть, попробует себя на новом поприще. В принципе, я и так судья, да, то есть, там и там турниры различные, но всегда нужно двигаться дальше, поэтому мы стоим на месте, двигаемся вперед. Замечательная турцовка, замечательное мероприятие, кончится одинаковыми мероприятиями. А что ты думаешь, что ручник можно использовать? Меня почему-то беспокоит этот момент. Викентий, можно использовать ручник? Если очень нужно, то да. Я просто пытаюсь, как это использовать, как ОЛЧ, для этого. Мероприятие захватывающее. Эй, прохожие, будь осторожен, не покидай кротуар. Посторонитесь, поберегитесь, едет необычный экземпляр. Кузов поношенный, весь перекошенный, годный, скорее на уйти. Где-то за городом, очень недорого, папа, купил автомобиль. Ну, короче, погнали, посмотрим. БЖЖ Фрикс, вперед! Ждем с нетерпением мы, воскресенье, если на улице жди. Едем за город мы, где-то недорого, папа, купил автомобиль. Нас охраняет, кто пожелает, люди смеются во вслед. Только однажды, папа, можно, взял и обогнал велосипед. Ура! С папою гордо мы едем по городу, сзади как у галкопыль. Все так и здорово, что так недорого, папа, купил автомобиль. Папа, купил автомобиль. Папа, купил автомобиль. Папа, купил автомобиль. Михаил, как ощущения после схватки? Это жестко. У меня застряла нога в руле прямо. И я думаю, противник догадается, мне нравится сделать футлок. Он не догадался. Но когда он поставил мне колено на живот, а моя голова начала уходить в педали, я постучал. А вторая схватка, почему вы не реабилитировались? Он быстрый. Он взлетает под потолок прям. И вот так вот по потолку ползет и сверху на меня опускается. И я не успеваю. Когда матч-реванш? Матч-реванш. Я готов, хоть сейчас, но сейчас не дадут. Ну, в любой момент. Все, спасибо, удачи. Ну, я думаю, следующий уровень, если они еще будут выпивать, да, перед этим. Ну, то есть, как High Rollers, да, называется в Калифорнии турнир, когда ребята сначала курят, а потом борются за, сколько там, 20 фунтов марихуаны. Соответственно, мы сделаем российскую версию, когда они садятся в тачку, перед этим выпивают по 100, и главный приз будет ящик водки. Михаил Соловьев специально для БЖЖ Фрикс из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга.